В этом видео я покажу бесплатный плагин, который позволит сильно улучшить ваши SEO-показатели вашего сайта. Работа с внешними ссылками, как они могут негативно влиять для вашего сайта, какой плагин будем использовать, подробнее в этом видео. Меня зовут Федор Васильев и давайте рассмотрим данную информацию. Субтитры сделал DimaTorzok Максимально полезная информация для новичков, особенно я сейчас немножко расскажу про теорию SEO-ссылок, что такое ссылки, внешние ссылки для вашего сайта, предназначение внешних ссылок для вашего сайта и внешних ссылок с вашего сайта. И, естественно, рассмотрим плагин, который улучшит SEO-показатели сайта. Плагин будет работать с внешними ссылками, которые исходят с вашего сайта. Звучит, наверное, запутанно, но давайте по порядку все расскажу. Смотрите, как влияют внешние ссылки, которые уходят с вашего сайта. Например, это могут быть социальные сети. То есть вы на своем сайте разместили в шапке сайта, в любом месте на своем сайте, социальные кнопки там, где вы есть социальные профили. Там ВКонтакте, Инстаграм и так далее. Вот если эти ссылки никак не закрыты специальными атрибутами, то получается, что есть некое понятие, как вес страницы. Вес вашего сайта, по сути, утекает через эти социальные ссылки. Казалось бы, это польза для вашего сайта, что удобно вашим пользователям перейти на соц.профили, там, где вы есть, через ваш сайт. Но на самом деле, с точки зрения SEO-оптимизации сайта, это очень плохо. То есть как вообще работает вся эта система? Нам, по идее, надо на наш сайт собирать внешние ссылки, чтобы на нас ссылались сайты, а лучше авторитетные сайты. То есть авторитетные сайты, сайты, у которых положение X высоко. То есть я сейчас, конечно, буду затрагивать какие-то моменты, возможно, непонятные. Чтобы сильно видео не затянуть, я буду пробегаться, не буду каждый термин объяснять. Что такое X, посмотрите в Яндексе. Это показатель именно Яндекса. То есть смотрите, например, у вашего сайта показатель X100. У авторитетного сайта показатель X2000. И вот представьте, это какой-то статейник, сайт. И он написал статью и ссылается, то есть разместил в своей статье ссылку на ваш ресурс. Эта ссылка, например, никак не закрыта специальными атрибутами. То получается, поисковые системы это видят. Видят, что авторитетный сайт рекомендует ваш, более мелкий сайт, ссылается на него. Во-первых, пользователи этого сайта увидят это и смогут перейти. И получается, какой-то трафик к вам пришел. И поисковые системы это видят. Если много сайтов, тысячи сайтов в идеале ссылаются на ваш ресурс как полезный ресурс, как ответ на вопросы, грубо говоря, то поисковой бот понимает, что ваш ресурс полезный и начинает сам продвигать его в поисковой выдаче. Скажем, вы по какому-то запросу ключевому были в позиции Яндекса на 10 месте. Прошли месяцы, на вас за это время начали ссылаться авторитетные ресурсы. То есть ссылки, гиперссылки, кликабельные ссылки не были закрыты атрибутами никакими, просто ссылаются на вас, как на хороший полезный ресурс. И вы увидите через несколько месяцев, что ваш сайт уже не на 10 месте по этому запросу, а уже на третьем или на первом, обгоняя ваших конкурентов. То есть вот этот смысл ссылок, это еще называется ссылочная масса, когда на вас ссылаются много ссылок. Принцип ссылок такой, что если вас рекомендуют авторитетные сайты, ну пускай даже не авторитетные сайты, такие же как вы сайты, с такими же показателями X, на вас ссылаются, чем больше ссылаются, Яндекс понимает как рекомендация, что это естественно процесс рекомендации других сайтов ваш сайт. То есть ваш сайт полезен, вот я рекомендую. И конечно, понимающие люди, кто не хотят, чтобы вес уходил с их сайта, но это необходимо, ссылаться куда-то на какой-то сайт, закрывают специальными тегами ссылку nofollow, noindex, говорящие о том, что поисковым системам не следовать по этой ссылке, не переходить, чтобы вес не утекал. Но гиперссылка должна быть. Я покажу сейчас на примере своего сайта. Вот сейчас перед вами открыт мой сайт. Дело в том, что мне нужно некоторые ссылки, чтобы были гиперссылками. То есть, скажем, вот в этой области у меня кнопка ссылка на конструктор. Мне нужно, мне удобно, чтобы мои зрители, заинтересованные зрители, кликнув, перешли на этот, скажем, конструктор. То есть это удобно, чтобы он просто кликнул и перешел туда. Но это плохо для моего сайта. То есть вот эта ссылка, по идее, вес будет утекать с моего сайта на тот ресурс. Поэтому эти ссылки у меня закрыты вот этими вот атрибутами. Если где-то в статье вам нужно ставить ссылку, как это я делал, вы, наверное, уже много раз обращали внимание. Давайте посмотрим. Я размещаю ссылку вот так. Да, это неудобно. То есть пользователям неудобно. И ему нужно вот так ее выделить, скопировать и вставить в адресную строку. Но я это делаю, так как здесь это можно сделать. И это не является ссылкой, это воспринимается как текст в статье. Но если вам самим это нужно, то есть чтобы она была ссылкой, прям вот как вот кнопка или ссылка, именно на внешний ресурс. Если вы ссылаетесь, скажем, ссылками, скажем, как вот здесь у меня внизу, на внутренней вашей странице, чтобы новички не путали. И это как раз полезно. То есть внутри, это называется перелинковка, внутренняя перелинковка. Чем больше ссылок, чем больше переплетений между статьями, получается вес переходит другой странице, внутренней вашей странице, вашего сайта. А та страница в свою очередь переходит, ссылается на другую страницу. Но, конечно, ссылки должны иметь смысл, не просто наклепать ссылок, потому что пользователи читают ваш сайт. И они должны увидеть смысл, что это текст статьи, и он часть этого текста. Является ссылкой на какую-то полезную еще статью на вашем же сайте. То есть именно внутренняя перелинковка, естественно, нам не нужно закрывать специальными атрибутами. То есть вес внутри сайта будет перетекать, и в идеале с каждой внутренней статьи ссылка нужна на главную страницу вашего сайта. Вот это самое важное. Получается, ваш сайт обрастает статьями, обрастает ссылками. Вес переходит внутри сайта, и потом все статьи еще ссылаются на главную. Тем самым растет вес главной страницы. Естественно, с главной страницы не должно быть никаких ссылок внешних, типа социальные кнопки или еще что-то, не закрытые. Если они закрыты специальными тегами, тогда ладно. А если вы не знали об этом, и у вас куча ссылок с главной страницы, так знайте, что ваш вес будет утекать, и это плохо для SEO-оптимизации сайта. То есть я сейчас затронул именно внутреннюю перелинковку, мы ее касаться не будем. Здесь я просто объяснил, что это полезно. Речь идет именно о сторонних сайтах, если вам нужно ссылаться. Поэтому я использую бесплатный плагин и закрываю тегами сторонние ссылки, как вот здесь у меня. Как проверить, вообще закрыта она или нет? Правой кнопкой мыши мы можем кликнуть по ссылке, по внешней ссылке, просмотреть код элемента, нажать и увидеть, что обернута ссылка. Видите, вот так, noindex, это для Яндекса. Как раз говорящий поисковым ботам, что не надо, по сути, ее учитывать, чтобы вес не уходил туда. И получается rel nofollow. Вот еще видите, вот этот атрибут rel nofollow, тоже полезный атрибут, автоматически подставляется здесь к внешней ссылке. Это, конечно, можно сделать вручную, когда вы создаете блок, вот эти блоки, модули, да, или это в статье. Каждый раз к ссылке прописывать nofollow, noindex. А представьте, что у вас тысяча статей, и вы только сейчас об этом узнали. Вам придется идти в каждую статью, искать все внешние ссылки и закрывать их тегами, но это будет просто бездарная трата времени. А есть плагин, который установили, настроили, и он автоматически находит сам все внешние ссылки и сам их все закрывает вот этими атрибутами. Как раз-таки этот плагин мы сейчас с вами и рассмотрим. Несколько слов еще о внешних ссылках, чтобы вы понимали, что это действительно так, что это работает, потому что существуют и специальные сервисы gogetlinks, где вы можете заработать, то есть продавая ссылки своего сайта, или наоборот, заказать с авторитетных сайтов ссылки на свой сайт. Ну, нужно много заказать ссылок, в идеале дойти до тысячи ссылок с авторитетных сайтов, чтобы ссылалось на вас, тогда вы увидите эффект. То есть это продвижение, SEO-продвижение для сайтов, это не быстрое продвижение, это не покупка рекламы типа Яндекс.Директ, да? Это с перспективы на будущее. Покупая ссылки как бы навсегда с авторитетных сайтов, с них будет вес утекать. В общем, не буду повторяться, здесь понятно. Такие сервисы, как MirrorLinks, заказ статей с авторитетных сайтов, ссылающихся на вас. Вот если интересно, можете перейти, ознакомиться и спокойно пользоваться данными сервисами. То есть раз такие сервисы существуют, значит это все работает, и вот эта вот ссылочная SEO-оптимизация, очень-очень внимательно нужно вам к ней присматриваться. Начать с того хотя бы, чтобы закрыть все внешние ссылки. Потом, когда у вас появится лишняя денежка, да, вы сможете продвигать с перспективы на будущее. То есть это такое длинное продвижение, но это такое надежное продвижение, да. Там не надо платить за рекламу каждый раз, там один раз купили ссылку, например, или статью купили, и по идее тот сайт всегда будет ссылаться на вас, платить там больше ему не надо. Но вы можете ознакомиться с правилами этими сервисами, просто в Яндексе вбить Мира Линкс или GoGetLinks. Но это два сервиса, их на самом деле куда больше. Там есть RotaPost сервис из памяти, но какие я помню. Я еще лично сам не использовал эти сервисы, но в будущем я планирую тоже заказывать на Мира Линксе статьи для именно вот этого блога моего, федоровасильев.ком. Теоретическая часа закончена, а теперь переходим к плагину. Какой плагин я использую на своем сайте, тот я и буду рекомендовать вам. Вот сайт разработчика, плагин называется No External Links. Бесплатный плагин, рутифицированный, можете перейти. Ссылки я оставлю на своем сайте fedorvasiliev.com в данной статье, чтобы вы нашли все необходимое. Здесь можете прочитать, и все описано. Давайте установим на демо сайт и посмотрим работу данного плагина. Я перехожу в админку своего сайта, устанавливаю данный плагин. Плагин успешно установлен, переходим к расширению плагина. Видим, что его здесь нет. Кликаю по ID, кликаю еще раз, чтобы отсортировать и увидеть его здесь. Запрет индексации внешних ссылок, то есть у него даже название на русском языке. Включаем его, заходим внутрь, и я пробегусь по самым важным настройкам, так как настроено это у меня. Заключать в No Index. У нас все важные опции уже стоят в положении включено. То есть No Index, да, оставляем. Добавлять Real No Follow, да, оставляем. Если вы хотите более глубоко изучить термины Real No Follow и No Index, прочитайте об этом в Яндексе справочнике. Добавлять title, это заголовок к ссылке. То есть конкорные ссылки я вам покажу на примере своего сайта. То есть видите, у меня подставляется попробовать бесплатно. Автоматически title подставляется к ссылке. Здесь на самом деле это на ваше усмотрение уже. У меня стоит «Да», можете тоже оставить «Да». Свойство Tanger – это открыть внешнюю ссылку в новом окне. Но у меня стоит бланк, то есть «Да», в новом окне. Если хотите, чтобы страница обновлялась в той же вкладке браузера и внешний сайт, когда человек кликнет, открывалась вместо вашего сайта, ставьте «Нет». Все, по сути. Вот этого достаточно, чтобы плагин работал и делал то, что я рассказал вам в этом видео. Следующие опции, вот эти три, вы, конечно, можете протестировать, а возможно, они вам будут непонятны. Но когда я у себя настраивал, включая, например, вот этот «Использовать.js» и так далее, я замечал некую неправильную работу с этими ссылками. В общем, для каких-то специфических случаев здесь эти опции, возможно, вам подойдут. Также можно писать документацию у разработчика, что это значит. Но в данном случае у меня это выключено. Вы можете, если вам надо быстро настроить, это вот просто три опции. Вот эти можете включить, как у меня настроить. Эти у меня не включены. То есть, это как дополнительные опции для каких-то других случаев. То есть, самое важное, вот это у нас включено и это работает. Смотрите, далее. Белый список сайтов. Вы можете здесь добавить домен и сохранить это. Зачем этот белый список нужен? То есть, здесь вы просто выбираете, если домен с HTTPS или без HTTPS. Здесь указываете, вот тут подсказка есть, укажите только домен, типа Google. Это если вы пошли вот в эти сервисы, продаете по сути вес своего сайта, продаете ссылки. То есть, зарабатываете таким образом. То есть, таким образом можно еще и заработать. Но чтобы нормально заработать, ваш сайт должен быть авторитетным. Если у него слабенький X, мало статей и недавно созданный, много вы не заработаете. Но так немножко вам такой совет, немножко отклонился от темы. Но по каким-то причинам, если надо, чтобы ссылка не учитывалась, а в другие ссылки, которые у вас не куплены внешне, чтобы закрывались, здесь просто в белый список вы добавляете ссылки, которые у вас платные, так скажем. То есть, человек купил у вас ссылку на сервисы GoGetLinks, и там есть такое правило, что ссылки нельзя закрывать этими тегами. В этом как раз смысл и есть. Поэтому в белый список можно здесь добавить. Список удаленных ссылок также можно здесь добавить. Включить редиректы. То есть, здесь даже есть редирект 301, редирект перенаправления. Исключить пункты меню с вашего сайта, чтобы они не учитывались. То есть, выберите пункты меню, на которые плагин не должен обрабатывать ссылки. То есть, не закрывать их в NoFollow, NoIndex. Исключить также можно категории. Если есть такие исключенные статьи, напишите через запятую ID статей, на которые плагин не должен обрабатывать ссылки. То есть, это мощный плагин. Здесь нет никаких недостатков. Здесь все есть, чтобы исключить статьи с ссылками, которые нужно обрабатывать. На моем же сайте у меня нет даже никаких исключений. Все внешние ссылки у меня закрыты. И есть еще вкладка «Обратная совместимость». Исключенные пункты меню. Выберите пункты меню, на которые плагин не должен обрабатывать ссылки. Исключенные категории. Сайты. Ссылки, на которые фильтровать не нужно. Тоже дополнительная опция на внешние ресурсы. Например, на платные ссылки, которые не нужно оборачивать тегами. По сути, вот она вся настройка. Мы сейчас проверим. Мы вставим в статью стороннюю ссылку и посмотрим, как работает плагин. Вот что еще. Если вы делаете в сайтбаре какой-то HTML-код модуль и вставляете туда какой-то контент, то есть с установкой данного плагина, я хочу вам показать, добавляется во все плагины вот такая вот вкладка «Внешние ссылки», чтобы вы о ней знали. Здесь все на русском понятно написано, что это вкладка от плагина «No External Links» и исключить этот модуль. То есть, если в данном модуле у вас есть какие-то внешние ссылки, контент данного модуля будет автоматически исключен из обработки. То есть, по идее, если мы в этот модуль напихаем внешних ссылок, по идее, не должны оборачиваться ссылки «No Index», «No Follow» в эти атрибуты. То есть, чтобы вы тоже понимали, что здесь вот такой мощный плагин добавляет такую вкладку. То есть, она добавляется в каждый модуль. Вот здесь эта вкладка, если это потребуется. То есть, это очень классный-классный-очень классный плагин. Я всем его рекомендую. Каких-то конфликтов я не замечал, но только если какой-то аналогичный плагин у вас используется, возможно, что-то будет не работать. Я не могу точно знать. И теперь проверяем. Переходим в статьи. Перейду, например, вот в эту статью. Есть у меня какой-то текст. И, например, вот этот текст я сейчас сделаю внешней ссылкой. Буду ссылаться, например, на свой сайт. Перехожу в ссылку. То есть, достаточно просто вставить ссылку. Нажать «Ок». И она, по идее, автоматически должна оборачиваться. И также ранее созданные статьи с внешними ссылками автоматически должны закрываться этими атрибутами. Давайте посмотрим. Зайдем на сайт. Видим, вот она ссылка есть. То есть, она рабочая, гиперссылка переходит на мой сайт. Теперь я правой кнопкой мыши кликаю по этой ссылке. Давайте проверим. Просмотреть код элемента. Видим. Вот она оборачивается. То есть, вот она ссылка. Видим, что «noindex» и «noindex» закрывающий тег. И видим «real nofollow». То есть, плагин работает, ссылка закрыта. Думаю, на этом можно и заканчивать данное видео. Надеюсь, информация для вас была полезна, понятна. Конечно, если вы совсем новичок и впервые слышите, что такое SEO-оптимизация сайта, многие моменты вам, наверное, будут непонятны. Но я вам хочу сказать. Если вы хотите основы SEO понять, что там, как работает эта кухня изнутри, это нужно записать целый массивный видеокурс, чтобы рассказать обо всем об этом. Я не могу это все рассказать в рамках одного урока. Много информации, много статей есть в интернете, можете изучить. А в следующем видео не пропустите крутой бесплатный плагин «Замена редактора Joomla», чтобы у вас была возможность в статье легко разделять контент на колонки, красить разным цветом эти колонки, добавлять кнопки. Что-то похожее, как Гутенберг в WordPress, кто знаком с WordPress. Не пропустите. Продолжение следует...